Сарга 27. Окончание истории о Пхушунде. Пхушунда сказал, «О Брахман, чтобы исполнить твою просьбу, я рассказал тебе безутайки о своей жизни здесь, о лучшей и знающих». Васиштха ответил, «О Бхагван, твой рассказ о своей жизни удивителен и приятен для слуха и вызывает огромное изумление. Благословлены те, кому посчастливилось увидеть тебя, великого мудреца и исключительного толкожителя, подобного второму создателю Прахми. И тем более благословлены те, кто видел, как ты рассказываешь всю историю своей жизни, очищающую разум и интеллект. Во всех уголках этого мира есть сиятельные, пробужденные существа, но нигде в этом мире нет великих, подобных тебе. Редко можно встретить великих людей, но таких, познавших себя, как ты, найти очень сложно. Как сложно найти драгоценную шемчужину среди пустых бамбуковых стеблей. Так же в мире редка встреча с мудрецом, подобным тебе. Сегодня мои плохие заслуги принесли свой плод, когда я увидел тебя, о благое, свободное существо. Да будешь ты счастлив и благословлен, упознавший тайны своей природы. А мне необходимо отбыть в небесные чертоги для полуденных ритуалов. Услышав это, Пхушунда поднялся со своего места и взял руками, сотворенными силой его мысли, золотую ветку с дерева. Полной мудрости он сотворил сосуд для ритуального подношения и наполнил его снежно-белыми, лепестками цветов с дерева, напоминавшими жемчужные прызги в воды. Древний Пхушунда почтил меня этим подношением воды и осыпал меня с коловы до ног цветами, как будто поклоняясь трехглазому Шиеве. Я сказал, о лучший из небожителей, не стоит меня провожать, и, встав со своего места, поднялся в небо, подобно птице. Но он проводил меня на некоторое расстояние в пространстве, пока я не остановил его, удерживая его руку своей. Когда я ушел, некоторое время в небе мы еще провожали друг друга взглядами, трудно расставание с хорошим человеком. Потом мы потеряли друг друга из вида в пространстве, как волны пропадают в океане, и я отправился в обитель мудрецов с мыслями об этой птице. Когда я достиг обители Семириши, моя жена приветствовала меня. Эти события случились двести лет спустя от начала прошлой сати-юги. Когда я встретился с Пхушундой на дереве на вершине коры Меру, теперь же О-Рама Сатья-юга прошла, и наступила Трета-юга. Ты, победитель врагов, был рожден в середине этой Трета-юги. Восемь лет назад я снова посетил Пхушунду на вершине той же горы и обнаружил его по-прежнему в здравии и в том же состоянии. Такова прекрасная и удивительная история о Пхушунде. Выслушав ее и размыслив над ней, далее поступай как надо. Валмики сказал. Такова сарка двадцать седьмая. Окончание истории о Пхушунде, первой части книги шестой, об освобождении Маха Рамаяны, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики.